Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Я провожу собрания и лекции о сверхъестественном по всему миру. Огромное число евреев, видя чудеса, принимают Мессию. На мои собрания пришло несколько мессианских евреев, чтобы научиться тому, что делаю я. Мне хочется, чтобы они делали даже больше, чем я. Пусть весь Израиль спасется, а моего сегодняшнего гостя зовут Дэвид Херцег, «И он достигает евреев». Однажды к нему пришел один лысый еврей, после чего на его лысине стали расти волосы. Как такое может быть? Представьте, неспасенный лысый еврей, и вот у него выросли волосы, и он пришел к Иисусу. Я говорил с Дэвидом Херцегом, он ведет мероприятия на всех крупных библейских праздниках, поскольку обнаружил, что это порталы на небеса. Итак, он был на одном из праздников, кажется, Пятидесятницы, «И поведайте, Дэвид, что случилось с лидером поклонения?» Я должен был говорить после поклонения, и в этот вечер лидер поклонения у всех на глазах просто падает замертво. Это зафиксировано на камерах, и это есть на видео. Да уж, неплохое начало. Я подумал, такой старт конференции прямо перед моим словом не годится. Он упал замертво, и за полчаса дважды умирал. Изо рта шла пена, он не мог дышать. Я с окружающими молился, чтобы он ожил. Другие пытались его реанимировать. Он пришел в себя, но вновь умер. Потом приехали парамедики, и Господь сказал мне, «Продолжайте поклонение, пусть люди не паникуют». Поэтому мы продолжили поклоняться. Войдя в помещение, парамедики сказали, что ощутили Божие присутствие, хотя верующим у них был только один из десяти. Наш лидер дважды воскресал из мертвых, а за полчаса у него дважды был сильнейший инфаркт, после которого не выживают. Парамедики сказали, что никогда не видели подобного чуда. Он не должен был выжить. Я заметил, что пока вы говорите, здесь усиливается присутствие славы Божией. Самое главное, произошло с вами в верхней комнате, в Израиле. Что именно было там? Это была моя первая поездка в Израиль. Я зашел туда и вдруг оказался на полу в слезах под силой Божией. Бог заговорил со мной и сказал, «Теперь твое служение начинается с Иерусалима и до концов земли». Тогда я этого не понял, но теперь понимаю, что все эти переживания славы и чудеса начались именно там, в Иерусалиме, в верхней комнате. Мы много говорим о славе. Что означает это слово? Что такое слава Божия? Слава — это проявление Божьего присутствия, как если бы вы были на небесах. Хоть вы и на земле, атмосфера небес окружает вас везде. И в этой славе происходят необычайные чудеса. Несколько раз я рассказывал об этом, но меня до сих пор переполняют чувства. Как-то я говорил на одном из собраний Дэвида. Напротив меня сидела женщина с такими же седыми волосами, как у меня. Я видел, как она поклонялась Богу. И прямо у меня на глазах ее волосы начали менять цвет с седого на каштановый. Я понимаю, что это необычайно. Мы много раз видели такое на собраниях. На совершенно лысых головах росли волосы, татуировки сходили. Люди необычно маленького роста становились выше. Конечно, происходили и обычные чудеса, исцеление парализованных и тому подобное. Расскажите о человеке с новым сердцем. Для меня это поразительно. На одном из собраний Господь сказал мне, «Провозгласи сейчас, что время вернется вспять. Я обращу вспять 20-30 лет для сердца одного человека». Я сказал, «Здесь есть человек. У вас было несколько сердечных приступов. Бог показывает мне, что он обращает часы вашего сердца вспять, в то время, когда проблем не было. Мужчина начал расстегивать рубашку. Он больше не ощущал боли, рубцов и швов. От операций больше не было, как будто никогда не было проблем с сердцем». Это потрясающе! Вы молились, чтобы обратить время? Да, Иисус Навин делал так с солнцем. Ведь это Бог сказал мне, «Прикажи времени обратиться вспять для частей тела». Что мне нравится в служении Дэвида, в славе, это то, что в славе нет расстояния. Некоторые люди говорят, «О, если бы только Дэвид помолился за меня?» «О, я бы тогда исцелился». Где бы вы сейчас ни находились, Дэвид может помолиться за вас. Расскажите, пожалуйста, о мужчине, который был в коме. Хорошо. Это поразительно. Вы знали его имя? Я был в Луизиане, и Бог словом знания дал мне имя и фамилию человека. Это было хорошо, но такого человека в зале не было. Если человек с таким именем, никто не поднял руки. В конце концов подошла женщина и сказала, «Это мой муж». Я не знал, что с ним не так. Я сказал ей, «Стоится вместо него». Я назвал его имя и сказал, «Приди в себя». Я сказал так три раза. Она упала в духе. На следующий день она сказала, «Вы не знали, но мой муж четыре дня был в коме. Вы назвали его имя, и он пришел в себя». То есть вы помолились за него и назвали его имя. А как далеко он находился? Километрах в трех от нас. В зале его не было. Он был в том городе, но не в зале. Думаете, это как? Нормально вообще? В тот момент я был удивлен, но ведь я учил о том, что для славы Божьей нет расстояний. Я недоумевал, почему Бог дал мне слово знания о том, кого не было в зале, а он хотел сказать, что активирует то, о чем я только что проповедовал. Я бы тоже хотел это активировать. Вы помолитесь за тех, кого здесь сейчас нет, в нашем зале? Да. За их исцеление, конечно. За все, что у них не так? Да. У многих из тех, кто сейчас смотрит нас, проблемы с сердцем. Бог исцеляет ваше сердце во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю новые сердца, новые ткани, циркуляцию в аорте. Даже врачи будут удивлены. Рубцы и металлы будут удалены из вашего тела. Созидательное чудо. Будьте исцелены во имя Иисуса. Прямо сейчас проверьте свое тело и сделайте то, чего не могли сделать раньше. Посмотрите, что изменилось. Бог творит чудо прямо сейчас. Мне нравится ваше откровение о небесном суде. Когда мы вернемся, вы узнаете, почему Бог не отвечал на ваши молитвы. Некоторые из ваших молитв, казалось, не идут выше потолка. Вы поймете, как взывать к небесному суду, и ваша молитвенная жизнь радикально изменится. Все это после перерыва. Мы скоро к вам вернемся. Когда Дэвид делится тем, как настроиться на небеса, чудес, знаков и знамени не счесть. Мгновенная потеря веса, рост волос на лысень, исцеление больных, перемещение людей в атмосферу небес. Дэвид хочет помочь вам настроиться на небеса, где возможно все. Приготовьтесь узнать больше, когда мы вернемся на программу. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете, на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. Айсен — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Это сверхъестественно. Я ошеломлен теми идеями, которые Бог дает Дэвиду Херцогу. Идея взывать к небесному суду. Как она появилась в вашей жизни? Однажды я был на собрании, и там был один юноша. Происходили большие чудеса, а его мама плакала. Я спросил, «Почему вы плачете?» Она сказала, «Моего сына отправят в тюрьму на долгие годы. Во вторник будет суд». А что он сделал? Он сделал кое-что очень плохое в интернете, связанное с порнографией. Его должны посадить на долгие годы. Есть все улики, в том числе и его компьютер. Я спросил у этого юноши, «Это правда?» Он ответил, «Да, я натворил дел». Он покаялся и был спасен. Я сказал, «Давай обратимся к Судье Небес и Земли, прежде чем ты пойдешь к земному суде, и представим ему твое дело». Юноша покаялся перед Богом, получил призыв к служению на свою жизнь. Когда мы рассказали об этом деле, я ощутил, как судья сказал, «Дело закрыто, он прощен». Придется сесть надолго, все улики против него есть. Парень ответил, «Даже если я сяду, Бог использует меня. Я счастлив, я спасен и свободен». Услышав такое, судья и прокурор просто закрыли дело. Как решилось на небесах, так решилось и на земле. Он не заслужил этого, как и никто из нас. Тогда вы впервые получили это откровение, вы говорите, что главный ключ к этому это покаяние. Да, вы идете зачем-то к Небесному суду, за финансами, исцелением, или чем-то еще. В обычной жизни, когда не получается добиться чего-то обычным путем, вы обращаетесь в суд. Также можно прийти к Богу как к Судье, а не просто как к Целителю за исцеление. Когда нужна справедливость, вы идете к Судье. Вот так я начал это понимать. Ведь на земле все как на небесах. Так все и начало происходить. В своей жизни я начал молиться, принося нужды к Небесному Судье, а не просто к небесам. Была ситуация, когда человек задолжал мне большую сумму денег и решил не платить. Два дня спустя у него прошло экстренное бизнес-совещание, и он отдал мне всю сумму. В России меня однажды задержали из-за книг. Моя жена Стефани напомнила мне, «Дорогой, давай обратимся в Небесный суд». Мы так и сделали, и пять минут спустя нас освободили. Я спросил, «А за что вы нас задержали?» Те ответили, «Просто идите без вопросов». Идите, и все тут. Мне нравится, что Бог загружает в Дэвида эти откровения, затем он проверяет их на себе и своей семье, а потом учит их другим, и люди получают поразительные ответы на свои молитвы. Ну что ж, один из важных нюансов покаяния связан с обвинителем братьев. Пожалуйста, теперь поясните нам это. Когда вы идете в Небесный суд, много раз голосок проговорит вам, «Ты не идеален. Ты сделал это и то». Зачастую вы согласитесь с этим и подумаете, «Я не могу молиться». Так обвинитель братьев предъявляет обвинение, чтобы вы не нашли дерзновение прийти к трону. Однако судья скажет, «Извини, дьявол, такие улики в нашем суде не принимаются». В этом уже покаялись. Так что покаяние означает, что Бог вас простил и то, что у вас еще есть власть в Небесном зале суда. Вы пылаете большой любовью к адептам Нью Эйдж. Недавно в магазине у вас была встреча с такой женщиной. Расскажите об этом, пожалуйста. Я люблю их, потому что они ищут любви, радости мира, только не в тех местах. Однако многие из них очень искренни. Так вот, я захожу в магазин и меня встречает милая женщина, которая меня знает. Я зашел за сэндвичем или какой-то едой, она спросила, «Где вы были?» «И где вы были? Давно вас не видела». В Перу мы открывали слепые глаза. «О, вы познали все мистические тайны этой страны». Люди шли к нам на собрание. Как прошла ваша неделя? Вчера я поднялась над землей на несколько сантиметров. Как вы смогли? Я пригласила в себя три тысячи будд. Это были не будды, это бесы. Нет, будды. Они были как китайцы с маленькими животами? Нет, они были костлявые, страшные. Это были бесы. Потом она сказала, «Мне было очень некомфортно, когда я поднялась». Я сказал, «Будь внутри меня три тысячи бесов, мне было бы так же». Она сказала, что она опустилась на землю и ей явился Иисус. Когда я спустилась на землю, мне явился Иисус. Разве он не велик? Он воскрес из мертвых? Знаю. Я тоже. Вы воскресли из мертвых? У нее была клиническая смерть в больнице. Она сказала, что ей явился Иисус, и она воскресла, но никто не рассказал ей о Евангелии, поэтому она начала с движения New Age. Я спросил, «А что было дальше?» Я попала в место под названием Небесное Царство. Вы слышали о таком? Но меня туда не пустили. Светил яркий свет и раздался громкий голос, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Я сказал, «Я могу это объяснить. У вас много любовников, бойфрендов, лже-богов, индуизм, буддизм, New Age, А Иисус тот, кто вас спас. Он единственный, кто воскрес из мертвых. Только Он может спасти вашу душу. Он Бог ревнитель. Он хочет, чтобы вы принадлежали Ему». Она заплакала. Я стал молиться и привел ее к Господу. Вы рассказывали мне завораживающие вещи. Вы были во Франции и в других странах, и вам было очень тяжело достигать людей. И тут Бог заговорил к вам и сказал поехать в Израиль. Да? А затем ваше служение раскрылось во Франции. Зачем было ехать в Израиль? Почему не поехать в Нью-Йорк, например? Да, я был во Франции. Было очень трудно. Христиан там меньше процента. Я был там 12 лет, и первые месяцы моего пребывания там ничего не действовало. Я постился и молился 3 дня, спрашивая Бог, что я делаю не так? А Бог ответил, «Делай то, что делал Павел». Он сначала пошел к евреям, хотя был призван идти к язычникам в Европу, в Римскую империю. И я сказал, «Хорошо, а как мне это делать?» Бог сказал, «Просто делай то, что я тебе скажу». Я спросил, «И что же мне делать? Едь в Израиль?» Я спросил, «В Израиль? Зачем мне туда? Если я во Франции, я только что сюда приехал, у меня нет денег». А Бог ответил, «Продай машину». Я продал машину за точную стоимость поездки, присоединился к нашей команде из библейской школы и привел 32 человека к Господу. Когда я вернулся во Францию, начались пять лет непрерывного пробуждения. Это потрясающая истина. Мало кто осознает, что вы достигнете больше язычников, если вначале пойдете к евреям, чем наоборот. Это называется духовный закон евангелизма. Когда мы вернемся, Дэвид даст вам откровение о том, как получить благословения, которых лишились ваши предки. Когда Дэвид делится тем, как настроиться на небеса, чудес, знаков и знамени не счесть. Мгновенная потеря веса, рост волос на лысине, исцеление больных, перемещение людей в атмосферу небес. Дэвид хочет помочь вам настроиться на небеса, где возможно все. Приготовьтесь узнать больше, когда мы вернемся на программу «Это сверхъестественно». Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Когда я смотрела вашу программу, я исцелилась от подергивания века глаза, которое продолжалось шесть месяцев и очень мешало мне читать. Слава Иисусу, что я исцелилась. Я смотрела ваше шоу о человеке, который погиб в автокатастрофе и вернулся к жизни. Вы утверждали, что всегда возможно исцеление от Бога. Я помолилась с вами, чтобы мой 32-летний сын-инвалид был исцелен от ужасного псориаза. Его псориаз исцеляется. На месте ужасных красных пятен теперь кожа, как у ребенка. И я так благодарю Бога за его милость и благодарю за то, что посмотрела вашу передачу в тот день. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Что мне нравится в Дэвиде Херцеге, так это то, что он говорит, что частью жизни на волне небес является жизнь в славе, и все, что мы можем делать, так это делать что-то лучше. Вы можете быть на одной волне с небесами, можете жить в славе. Продолжая тему, скажу, что многие из нас были ограблены на уровне ДНК. Вы идете к врачу, он говорит, что вы с проблемой сердцем, потому что это заложено в генах. Многие из нас лишены благословений, которых были лишены и наши предки, но их можно вернуть. Это поразительная мысль. Объясните мне ее. Да, у ДНК и в крови есть память. Они помнят и о болезнях, и о грехах. Жизни людей сломаны, потому что у их отцов было так же. Но люди не понимают, что разрушив все проклятия над вашей семейной жизнью, вам нужно вернуться и сказать, «Господи, высвободи на меня благословения моих предков, их мудрость, их дары, таланты, их наследия». Когда вы начнете так молиться, что-то начнет происходить, начнут проявлять со способностей, которых у вас никогда не было. Вы начнете разбираться в бизнесе, будете быстро изучать языки, обретете естественные дары, духовные дары. У меня есть друзья, просто рожденные быть музыкантами или говорить на иностранных языках. Вы сами говорите, что у них могут быть для этого хорошие гены. Может, мы можем поправить свою ДНК? Поделитесь с нами, пожалуйста, секретом. Как это сделать? Бывает, что у вас вообще нет никакого дара. Когда вы разрушите проклятие в своей семье и раскроете благословение благодаря крови Иисуса, у вас вдруг появятся способности, которых не было раньше. Я начал учить языки намного быстрее, чем это давалось мне раньше. Русский, немецкий, за несколько недель я говорил на трех-четырех языках, хотя обычное изучение длилось намного дольше. Даже мой IQ повысился. Что-то произошло. Вот слушайте. Звучит хорошо. Знаю, у меня сильный акцент, но учить я стал намного быстрее. Бог показал Стефане в книге пророка Даниила, что в славе IQ возрастает. Даниил был в 10 раз смышленнее и мудрее остальных в царском дворце, но он учился не больше их. Он говорил, что Бог дал ему всю эту возможную мудрость, понимание и начитанность. IQ растет. Расскажите об Израиле, что там сейчас происходит. Я вижу, что в Израиле уже начинается массовое движение к Богу, пробуждение. Многие жители Израиля познают своего еврейского мессию Иешуа. И это уже началось. Я видел, как несколько сотен людей пришли к Богу. Вы видели 600, что-то происходит. Да, есть воины и военные слухи, они будут всегда, но есть массовое движение к Богу. Когда краски сгущаются, люди понимают, что надежда только в Боге, и многие обращаются к Господу в эти последние дни. Я вспомнил об облаке славы, которое шло вместе с еврейским народом в пустыне. Я верю, что люди буквально увидят это облако славы в Израиле, и как люди стынились в Пенсаколу, во Флориде, да, в Торонто и на другие пробуждения, также они устремятся в Израиль не ради туров, но ради славы Божьей. Вы помолитесь, чтобы слава Бога сошла на тех, кто нас смотрит сейчас. Да, если вы смотрите нас, скажите, Бог, принеси свою славу, поднимите руки, закройте глаза и просто принимайте. Пусть присутствие Божьей славы наполнит вашу комнату, вашу машину, ваш телевизор, где бы вы ни были, пусть слава придет на вас. Небеса открыты, пусть слава наполняет вашу жизнь во имя Иешуа. Каждую клетку вашего тела, ваше ДНК, ваши кости, ваш мозг, пусть облако славы покроет вас сейчас во имя Иешуа Хамашиах. Дэвид, у меня есть друзья, которые видят мрак, разрушение, развал экономики, бомбы, терроры и все эти страшные вещи, а другие мои друзья говорят, я видел, наверное, величайшее в мире пробуждение. Как могут Божьи пророки иметь два столь различных взгляда? Одни говорят одно, другие другое, а я и дом мой будем служить Господу. Египет сотрясали страшнейшие казни, однако Божий народ вышел, забрав все богатство с облаком славы, чудесами и знаками. Да, на земле происходит разное, но суть в угле зрения. С какого угла смотрите вы, позитивного или негативного? Вы сражаетесь за что-то, а люди спасаются, поэтому для евангелистов это здорово. Но Господь напомнил мне историю, когда Елисей и его слуга были схвачены сирийской армией. В естественном ключе мы бы подумали, что планируются очень плохие вещи, но смотрите ли вы только на это или на второе и третье небо тоже? Вы смотрите на военный совет врага и знаете, что он планирует, знаете все детали, это так поглощает вас, что вы не идете дальше на пророческое третье небо, где идет военный совет Бога, где он говорит, да, враг строит планы, но вот как я ему отвечу, вот как я тебя благословлю. Это все объясняет. Я верю, что эти люди слышат вести со вторых небес, а я нет. Я слышу только о пробуждениях, о славе, о чудесах, созидательных чудесах, которые происходят каждый день. Хочу, чтобы вы также много слушали третьи небеса. Смотрите в следующем выпуске. Мой специальный гость идет к людям, которые не знают Мессию. Они исцеляются телесно и после этого хотят знать, кто их целитель, и приходят к познанию самого Мессии. И теперь мой гость говорит, что его величайшее желание научить вас делать то же и даже большее. Вам интересно, друзья? Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. «Новик» «Доpostе» от «Язь и ранее» «Новик» «Авану»